Севишний обещает Абраму вину, наша глава, что «Карат Ашемет Абрам, это Абрам Брит Леймой, союз делал за раха на Татья Тараса Зот». Вот этого места, этого земля, где ты же находишься, в этом земле, Минагамед Саим, Аданагадон Абрат, из река Египетского до Ефрейти. Этого земля принадлежит твои потомки. И потом Севишний считает все народы, которые в этот момент находились там. Это Кения, Князия, Акадмония, Хития, Бризия, Фаим, Морик, Нани, Гергаши и Ватливусы. Если мы считаем, сколько народов? Десять народов. И Раши считает, кто они, эти народы. Кения говорит Раши, что здесь есть десять народов здесь. А на самом деле, по факту, как мы знаем из конца Тора и целой книги Йошуа, пророк Йошуа, мы знаем, что Всевишний на самом деле дал нам землю, но наследовал нас только семь народов. Семь шиватам, мы всегда говорим про это семь народов, которые из Израиля. А на самом деле, было десять. А какие три Всевишни не дали нам? Говорит Раши, это Эдом, Моав и Амон. Три народа. Эдом, Амон, Моав. Всевишний не дал нам, пока не будет. Будущее, когда приходят в Машиях, говорит Пасук Иишаял, 11 глава. Адом, Моав, Мишлахи, Адам, Амон, Мишмаатам. Тогда, когда приходят в Машиях, тогда Всевишний даст нам эти народы тоже. Говорит Орахай Макадо, говорит следующее. Что интересно, что в список, эти три, которые Всевишний не дал нам, это первые три. То есть, если Всевишний хотел, обещает, что десять будет, а сначала семь, потом три. Нет, сначала эти три, которые Всевишний не дал нам, это первые три, которые считают здесь, а потом семь, которые Всевишний дал нам, говорит Орахай Макадо, что это очень большие доказательства. Что все, что Всевишний обещает и все, что происходит, это не все. История, которую мы прижили, и шестисячелетняя история мира, это ничего, это не конец. Конец это будет, когда будет Улама Аббаха. Есть еще конец, есть Тхият Амитим, это еще одно доказательство, что все, что происходит и происходило в мире, это только подготовка к будущему времени, когда Всевишний даст нам вот полностью эту землю, это десять народов, которые Всевишний обещал с начала, десять народов. А даже первые три, которые он считает, он говорит, пока я дам последние семь. А даже вот начало мои обещания, это для будущего. И все, что написано здесь, это да, Всевишний дал нам землю Израила, мы жили там первый храм, мы жили там во время второй храм, мы живем здесь сейчас в земле Израила, но это просто сейчас мы живем еще в Галуте, это не конец. Конец это будет, когда я буду давать то, что я обещал тебе, три, плюс еще семь. Дальше говорит Архам Макадош, очень красивый намек. Мы знаем, что в нашей главе Тори рассказывает о войне между четырех царей и пять царей, и как Авраам был связан, потому что там Лот попал в плене, потому что Сыдом одно из пять народов, он взял Лот как плене, и поэтому Авраам поучаствовал в этой войне. А на самом деле, когда, на самом деле, Тори пишет этого очень-очень долго, очень длинная история про эти четыре и пять. И Тори говорит нам, как называются эти четыре цари. То есть Авраам воюет против четыре цари, вместе с пятым и против четыре. Четыре цари. Одно из них называется Титал Мелах Гоим. Гоим – это народы. Но Гоим – это странное слово для один народ. Гоим – это народы. Титал – царь – народы. Что значит народы? Говорит Архам Макадош, это намек на то, что Всевишний сделал в этой маленькой войне между четыре и пять царей, которые Авраам победит, говорит, Авраам потом Всевишний обещает его, говорит, слушай, ты победил сейчас четыре цари. Три, плюс еще Титал Мелах Гоим. Титал, которые цари народы, много народов. Это намек, что есть два группы, есть три, и плюс еще ряды царей, еще семь. Эти семь я тебе сразу дам. Но три я не дам, пока не приходят в Машиах. А эта победа, которую Авраам победил в этой войне – это намек. Это символ о том, что Авраам и его потомки, Клай Исройл, еврейские народы, в конце, в конце они наследуют эту землю, которая там есть. И три, плюс эти семь, которые есть, все десять царей. Пусть это будет скоро в наши дни. Шаба-шаба. Дорогие друзья, не забудьте подписываться на наш канал. Сабскрайб, пожалуйста, нажмите, ставьте лайк, подписывайтесь. Спасибо большое. Шаба-шаба.